В России увековечивают память заключенных, осужденных за убийства, грабежи, наркоторговлю и изнасилование. Вот так, да. В 58 регионах Российской Федерации увековечили память как минимум 408 бывших заключенных. В честь минимум 93 заключенных повесили мемориальные таблички в школах, вот этих же школах, где потом напишут доносы, где они учились. Надо, что их еще там чему-то учили, такому уже, по всей видимости. В 15 случаях фото и имена нанесли на парты героев, вот так. В 42 случаях увековечили на стендах и табличках в специальных аллеях памяти, а в 193 выгравили фамилии на групповых воинских мемориалах. А что это происходит? Что это за такие новые герои? Да, это новые герои для подбадривания очередных зэков, чтобы они быстрее шли на войну. И для подбадривания семей. На самом-то деле, вот здесь как раз все все понимают. Я очень люблю читать разные репортажи, умилительные совершенно, как вот зэк сидел-сидел. Ну, не будем говорить, за что сидел, какая разница, он нам кровью смыл. И вот он возвращается в родной город и работает там замечательно, работает с детишками, там, учит их томаты собирать и так далее. Я обожаю читать комментарии. Это же пишут, что он себе провластная. Провластных-то их нет. Я читаю комментарии. Слушайте, вот я понимаю, что это пишут зэтники, это пишут ватники. И медиа-то провластная. Но там нет ни одного комментария, который бы это поддерживал. Когда речь идет о собственных детях, руки прочь от наших детей. Уберите зэков из школы. То есть, когда там Путин, х**, там все это выступает, там кто-нибудь, чего-нибудь, там шаманы, ура, да здравствует, все, конечно, поддерживают, все все понимают. Но когда этот зэк приходит к твоему ребенку, реакция совершенно другая. Поэтому пока все администрации вешают это все на партах, на школах, да ради бога, увешайтесь этими табличками. Никто их все равно не читает, не осознает и не собирается. А вот если он придет живой, то прячьтесь. Они же уже и приходили живые, и возвращаются. И все видим, что не то, что повторные совершают убийства, грабежи и все остальное, а просто криминал, как он есть, возрождается. Конечно. И сейчас, на самом деле, их с удовольствием сажают дальше, потому что новый закон предусматривает, что сразу можно идти на войну, и они идут. Потому что они, конечно, не находят себя на свободе и с большим удивлением видят, что их почему-то не берут на работу, что их почему-то барышни не приветствуют, высоко бросая чепчики, что почему-то они вовсе не новая российская элита, как обещал Путин. И они, в общем, никому не нужны. Никто не собирается их избирать ни в какие органы власти, хотя и обещали. Ничего этого не происходит. И они просто идут назад. А их сейчас сажают просто за все, за все. Другое дело, что они с удовольствием совершают преступление, но на это смотрят сквозь пальцы. Ради бога. Совершая все, что ты хочешь, лишь бы только уйди отсюда. Уйди. Чем быстрее ты там кому-нибудь морду дашь или наркотиками будешь торговать, тем быстрее мы тебя заберем и отправим назад на войну. Редактор субтитров А.Семкин